Нечего надеть и нет места в шкафу. Это извечная проблема любой модницы. Прокачаем шкаф, чтобы извлечь максимум пользы из имеющегося пространства. Убираться перекладывая вещи с места на место в забитом под завязку шифоньере просто бессмысленно. Опустошаем полки, перебираем и сортируем вещи. При разборе гардероба мы, конечно же, обращаем внимание на качество вещи, как она пожила, на ее фактуру, то есть есть ли на ней катышки, потертости, может быть где-то зацепки. Если вещь уже пришла в непригодность, то мы ее убираем из нашего гардероба, потому что она будет портить наш внешний вид. После полного досмотра начинаем складывать вещь так, чтобы она занимала мало места на полке и не помялась. Брюки лучше всего цеплять за нижний край, так они правильно распределяются под своим весом и не мнутся. Платки и шарфы можно хранить вот на таких специальных вешалках, это вообще вешалка для брюк, но они удобно хранятся так, как они располагаются, не мнутся и можно их повешать просто в шкаф, удобно выбирать. Либо на такой вешалке специальной с круглыми отверстиями. Для платьев и блузок тоже подходит далеко не все вешалки. Выбираем те, что с бархатистым покрытием, либо силиконовым, так вещи не будут соскальзывать и падать. Что касается всеми любимых советских вешалок, пластиковых, проволочных и вешалок из толстого пластика, они у нас попадают в категорию антитренда. Кофты, водолазки, трикотажные платья и футболки храним на полке аккуратными стопочками. Предварительно раскладываем вещь на ровной поверхности, складываем рукава к центру и подгибаем ворот. Сворачиваем аккуратный валик, в таком виде отправляем вещь на хранение. Нижнее белье и носки лучше хранить в компактных выдвижных ящиках с ячейками или в специальных органайзерах. Так их проще будет найти и они не займут много места. Распределите белье по сезонам, по событиям, по цветам и так далее. Кстати, клубок из колготок лучше распутать и хранить их сложенными в кармашек. Самое главное не копите хлам и не жалейте наряды. На каждую только что купленную вещь должно приходиться две старые, от которых нужно избавиться. Можете отдать эту вещь в секонд-хенд, у вас ее оценят, примут и продадут, и вы точно так же можете на этом заработать деньги. Вот, также мы можем использовать сайты по продаже вещей. Вещи можно отправить в благотворительные фонды или на переработку в магазин. Наведите в шкафу порядок и время мучительных утренних сборов значительно сократится. Продолжение следует...